хикгемзет все привет с нами хикгемзет сегодня я буду снимать обзор на прототип megaman 5 вы наверно шарите про мега мэн 5 или другие части приятно просмотра актропер оуэй неиспользованная атака это щупальцы изначально предназначалась для того чтобы подниматься вверх и вниз вместе с актропер оуэй слегка сужая поле битвы и добавляя еще одно препятствие для нанесения вреда игроку щупальцы все еще видно на официальном изображении актропер оуэй неиспользуемая платформа найденная в графическом банке используемом proto man castle 4 в данных бэк грунтс есть две версии каждая из которых имеет свою палитру золотую версию можно увидеть в предрелизном материале спрайты для неиспользуемой запущенной анимации для crystal man неиспользованная ракета найдена рядом с графикой напалмен сразу после ракеты использованы в финальной игре его размер и форма похоже соответствует наплечным ракетам на спрайте напалмена это облако должно было появиться на первом экране сцены каменного человека но этого не происходит неиспользуемая детализация фона для коварного замка 2 похоже это болт несмотря на то что плитки нигде не встречаются во время игрового процесса они также присутствуют в данных фоновых блоков игры размером 16 x 16 что показывает что они должны были быть частью металлической плиты неиспользуемые фоновые плитки найденные в графическом банке у или casserole 3 цель неизвестна этот неиспользуемый спрайт предназначался для анимации метания гироскописта похоже они случайно использовали один и тот же спрайт ноги для обоих кадров анимации неиспользуемые фоновые плитки со сцены stone man более раннюю их версию можно увидеть в некоторых материалах подготовленных к выпуску эти плитки взяты со второй половины сцены каменного человека вероятно они относятся к более ранней конструкции металлических платформ простой робот молоток несмотря на то что он никогда не использовался он загружается вместе с графикой мертвый крэнерми концепция врага молота позже будет пересмотрена с помощью врага као гамих да в мега мэн 8 мега мэн 5 единственная игра в классической серии без робота в стиле габиала но похоже он был запланирован судя по перевернутым спрайтам можно разумно предположить что мега мэн смог бы сбить их с ног либо полностью заряженным выстрелом супер мега бостер как у врагов пукр из мега мэн 6 либо с помощью одного из его специального оружия маленький похожий на голову робот с реактивным ускорителем внизу предположительно он вылетел бы из ям чтобы сбить в них мега мэна робот который свисал бы с потолка и пытался заколоть мега человека хотя нет ничего конкретного что помещало бы этого врага в какую-либо одну стадию возможно он предназначался для стадий гайра мэн и слэш или стоун мэн поскольку стадия первого упоминается как висячий сад а стадия последнего находится в непосредственной близости от указанного сада другой враг основанный на концепции мешочного червя минойский ранее появлялся в мега мэн 4 напалмен странно но в то время как графика стрельбы ракетами напалмен показывает эффекты исходящие от его плеч ракета используемая в финальной игре более точно соответствует головной пушке эта странность анимации может быть связана с неиспользуемой ракетой шаржмен это как бы окно в твою душу чувак часть какого-то окна эти плитки загружаются во время внутреннего сегмента поезда какими бы ни были эти плитки они не используются стыдж срлект дорожный конус японские картриджи с образцами игр ракмарн таких как ракман 4 и ракмарн 7 часто использовали их вместо незаконченных портретов роберт мэстер и эта игра вероятно не была исключением тайтл скрин небольшое примечание разработчика который находится под графикой титульного экрана в японской версии плитки на которые указывают являются правым краем буквы n в ракмарн и дублируются в графике спрайт обе джей эта часть логотипа была преобразована в спрайт чтобы обойти ограничение палитры интересно что буква джей здесь отличается от буквы в стандартном шрифте игры первой половине сцены каменного человека есть неиспользуемая версия металлических плиток платформы которые можно увидеть во второй половине уровня похоже что это более ранний дизайн плиток которые никогда не обновлялись конечные платформы более блестящие а середина платформы немного больше выступает в более старой версии ну что это был первого часть видео там еще есть прототипы но если набирается просмотров 50 то буду снимать второго часть но еще третьего часть а если 100 просмотров то будет только второго часть или если набирается 5 лайк так же как я сказал про просмотров и если 10 лайк так же ну теперь подпишись и ставь лайк и все пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok